Друзья, это Лига Лучших, город Полтава, и с нами Анатолий Сачивка, судья сегодняшнего фестиваля. Здравствуй, Толик. Делись впечатлениями, как тебе сегодня команды и сам фестиваль? Ну, впечатлений я сегодня еще наберу, мы только начали, но что-то уже, конечно, произошло. Но сейчас выступило 14 команд, и я узнал, что это все, ну, то есть больше команд не будет, но они дальше попадают в некое реалити-шоу. То есть дальше для участников команд приготовили некие испытания, которые придется преодолеть. Там они будут импровизировать, бороться с диджеем, он будет им задавать ритмы. Мне вот это очень интересно посмотреть. Что касается выступлений команд, которые вот сейчас произошли в первом половине дня, это 14 команд, из которых я выбрал точно одну команду лидеров, явно сильных, явно понимающих, что они хотят и почему они на этой сцене вообще находятся. Это команда Explosion, моего хорошего товарища Максимуса. Они сильно выступили, очень сильные, молодые юноши и девчонки, которые, еще раз повторюсь, знают, чего хотят и что они делают на сцене. К слову, вот о новшествах, да, вот ты как опытный судья, хореограф с именем, да, в Украине, какие бы вот на твой взгляд в фестивалях хотелось бы увидеть новшества, да, то есть, ну, на данный момент все идет по накатанной. Вот сегодня мы тоже увидели, что какое-то внесено новшество, вот на твой взгляд. На мой взгляд, нужно отказаться от многих вношеств, которые влияют на участников, прежде всего на их руководителей, которые все-все-все смотрят, но не умеют сделать нужный выбор. Они пытаются синтезировать многие такие вещи, что иногда просто хочется крикнуть, что, простите за вражение, что руководитель просто извращенец. Вот, но такие вот мысли, такие вот реализации, а дети, они всегда талантливые, они всегда, как ни крути, чистый лист. И он приходит к тебе, это чистый лист вот с такими вот горящими глазами, потому что внутри его сидит какое-то желание, он действительно хочет. Но он в силу того вот той геолокации, в которой он находится, он идет в мою или иному перед педагогом, либо там по рекомендации, либо просто вот в силу того, что дом рядом, там, да, ехать не надо никуда. Ну, короче, и попадает в руки такого педагога. На инновации, мне кажется, что юному танцовщику, юной команде, прежде всего, нужно сосредоточиться на своей технике, на своем теле, как инструменте, на котором нужно долго играть базовые какие-то произведения, которые нужно вытачивать, нужно тренировать безжалостно и не нужно поддаваться влиянию тенденции, которые диктуют тебе лексику, диктуют тебе костюм, диктуют тебе образ на сцене. Нужно сосредоточиться исключительно на исполнении, на технике, на качестве того, что ты производишь на сцене, потому что поверхностные, легкомысленные, модные движения, они тебя не сделают артистом, потому что эта тенденция проходит, и получается, ты год учился делать то или иное движение, которое уже никому не нужно, которое уже всех раздражает, которое уже является клише, штампом и так далее. То есть эти люди становятся просто сложниками, и они не развиваются, они просто как на Рождество придумываются новые какие-то игрушки, какие-то новые компетии, а на следующий год они уже как бы неинтересны, если это не что-то очень такое душевное и такое настоящее, теплое, а вот оно все такое вот пестрое, и эта пестрость, откуда она, почему она нравится людям, я не знаю, вот в силу, наверное, их вкуса, в силу их развития на сегодняшний день, то есть о чем они думают, что они смотрят, это все коверкают и делятся потом этими с детьми, которые, в принципе, не могут задавать, они не могут взять выбор то, что ты им даешь, они в это верят, они это любят, они за это готовы даже драться, мне кажется, что они верят, что они делают что-то стоящее, но они пока не могут этого оценить, а педагоги не хотят развиваться, они хотят, я не знаю, чего они хотят, мне кажется, они сами не знают, чего хотят, и это видно на сцене. Я думаю, многие педагоги просто, ну, так анализируя тоже со своей точки зрения, равняются на вот западный какой-то формат, и вот эту взрослость в детях под музыку, которая абсолютно для детей еще не совсем, ну, как бы выглядит это красиво в исполнении детей. У детей есть подача, у них есть энергия, они реально, ну, они живые, но они не видят себя пока со стороны, они не могут проанализировать, как это выглядит со стороны, а еще большой вопрос в родительском внимании, вот действительно родители смотрят на это, и они удовлетворены тем, что они видят, то, что дети учат целый учебный семестр, там, какой-то номер, который потом год танцуют, там, на фестивалях, на нежде, там, занять какое-то место под солнцем, не знаю, лучше, наверное, не выступать на фестивалях, лучше вот именно себя тренировать, 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 чтобы действительно иметь какой-то вес в том мастерстве, который в том виде искусства, который ты выбрал собственного саморазвития, потому что, если оно, вот, фантик, то фантики, конфеты съедают, а фантики выбрасывают, а тут, как бы, ты не съешь эту конфету, потому что она, получается, не естся, а фантик, он тебя злит, потому что он у тебя перед глазами просто прыгает, скачет, упал, отжался, и это все, ну, то есть дети-заложники, мне кажется, и то, что нету педагогов, это, нет, кого в этом винить, ну, понятное дело, что талантливые педагоги, они куда-то уезжают, сами развиваются, как артисты, потому что юному, вообще, юному танцовщику нужно думать о собственной реализации, становиться педагогом, это большая ответственность, а все становятся педагогами, потому что это очередной некий заработок, и снова они-заложники тоже, получается, потому что им негде себя реализовать, площадок нету, а они не проходят, скорее всего, кастинги в какие-то интересные проекты, контракты и так далее, и они, как бы, даже вынуждены преподавать, но, опять же, есть большой пример того, что слабые педагоги взращивают сильных учеников, есть такой феномен. Как раз вот создрел вопрос о преподавании, да, в Украине, на сегодняшний день у нас в Украине важно высшее образование хореографическое, вот эта корочка, какое она имеет значение, или же все-таки это внутреннее состояние, и без этого человек может обойтись? Есть огромное количество примеров, когда люди заканчивали учреждение, получали знания, опыт, дисциплину, есть примеры, когда люди бросали на первом курсе, на первом полугодии учебу и тоже становились там кем-то, чем-то, вот, я считаю, что все эти методы, они важны для созревания танцовщика в дальнейшем, хореографа, руководителя, профессионала. Ты должен пройти все эти школы, ты должен встретиться глаза в глаза с этими людьми, ты должен услышать их мысли, их идеи и понять, то есть человек, который все время развивается, все время что-то ищет, он как бы может отсекать, он с уважением в любом случае должен воспринимать все, что говорится кем-то старше, потому что этот кто-то старше, он как будто школу прошел, и нужно прислушиваться, есть очень много педагогов в университетах, которые действительно что-то знают, и они уже, возможно, не знают, как с этим молодым поколением, которому все время нужно листать новую информацию, и, да, он, возможно, просто в этой информационной, в этом потоке дети куда-то очень сильно спешат, очень быстро, да, чего-то хотят получить, особенно они хотят получить вознаграждение, но не понимают, что нужно трудиться, а не быть в погоне за этим вознаграждением. В плане танцев, в плане танцев это очень сложная профессия, мне моя преподавательница, допустим, руководительница моего училища, она мне сразу сказала, когда я поступал, когда я сознательно решил, что я хочу немножечко глубже, да, соединить себя с танцем, то она мне сказала, что ты выбираешь самую неблагодарную профессию, вообще ты должен это понимать. Я услышал эту фразу, и, понятное дело, внутренний бунт, протест, что нет, я буду в этом действовать, а человек уже взрослый мне сразу об этом сказал, и потом, понятное дело, начались разные там вещи, как пропускание там пар, отсутствие, незаинтересованность полная через время, потому что там обратил внимание на современное мышление, да, танцы. Да, да, я сейчас уже занимался народными, и по образованию артист народного ансамбля, вот, и считаю, что это очень сильная база для юного танцовщика, то есть детскими болезнями нужно перебадить в детстве, если ты не занимался вот этой базой в нужное время, то потом ты уже не будешь этим заниматься, уж точно, а когда дети маленькие идут заниматься, это называется в расписании, возможно, хип-хоп, возможно, хаос, возможно, контемпорари, да, но на самом деле это аэробика, дети растянутые, но растяжка это то, к чему они, возможно, в большей степени не расположены, да, или то, на счет они больше делают упор, но это не танцы, они слабые, у них слабые ноги, они их кидают как попало, они делают очень страшные элементы, кульбиты, к которых неуверенно приходят, они себя калечат, они просто ставят неправильно ноги, и они сейчас об этом не думают, их родители об этом не думают, а через время это не хотелось бы, но оно проявится, потому что ты постоянно делаешь неправильно, ты бьешь, оббиваешь, калечит просто-напросто, вот. Как сегодня дела у Apache? Как развивается команда? Какие планы? Как развивается? Как и раньше, каждый в отдельности, в первую очередь, над собой работает, и периодически собираемся, создаем те или иные проекты, которые снимаем, либо выступаем, то есть мы редко-дометко действуем, мы продолжаем действовать, мы не сдаемся, что нам сдаваться, но мы любим свое дело, вот. Анатолий Сачилко специально на Ukrainian Dance Team. Субтитры создавал DimaTorzok